В рамках работ по масштабной реконструкции городского поселка Комарын сегодня в Мясовым детячем саде открытый плавальный бассейн. Этой подеей тут шакали 17 годов. Наш корреспондент Олег Синтеров принял удел в урочистостях. Бассейн в Комарынском детячем саде был заседан, а не при этом не прорывал ни одного дня. Причина простая, в установе не было горячей воды. Если сад открытый в 91-м и за 17 годов, так и не с долями по 200, необходима инженерная коммуникация. Прошение при конструкции бассейна у Комарынском детячем саде было принято у соковику минулого года. Кали установу на веду скашиня Гомельского оболганка Молодимир Дворник. Пропону перерабить бассейн у спортивного зала, вы решили не разглядать. Спортивный зал есть практически во всех дошкольных установах, а Комарынский бассейн один на 8 в Брагинском районе. Научить детей плавать тут можно было только летом и только урацем. На речке у нас в Комарине плавать немножко мы уже умеем, правда, что у надувных рукавов, ну, в рукавах, ну, уже плаваем сами. Научились на речке, ну, бассейн нам пойдет на пользу, потому что купаться мы любим, поэтому то, что открылся у нас, в нашем садике бассейн, это большой плюс. По отсутствии, в Комарыне открыли новый бассейн. Во всяком случае старые конструкции полностью взломали и побудовали новое. Отповеренность с сучасными санитарными потребованиями. С местного бюджета на ГТМТ выдачали больше 390 тысяч рублей, а прочитывали больше 40 тысяч на кирование на набытье спортивного инвентара, мебли и кульновых плясовок. Для улицы приобрели физкультурное оборудование, огороки, песочницы, а внутри все игровые зоны. Больница, что играть, потом парикмахерская, семья, потом купили еще столы, стулья, музыкальный зал, все модули купили, спортивные модули для игры. У Комарынском, если я к саде, функционирует 6 групп, половы за яких санаторного типа. В целом, это больше 90 человек. С надоходом теплых дион на территории дитячего сада установить еще несколько новых плясовок. Их жены были, а дело в целом, все основные запланованные работы выконаны. Двери нужно заменить в подсобных помещениях, отремонтировать несколько специализированных кабинетов. Кабинет дефектолога, кабинет психолога. Для детей, где занимаются дети, групповые помещения отремонтированы все. Олег Синчуров, Валерий Гопанько, Телерадио компания «Гомель», Брагинский район.